два месяца назад я начал делать свой квадроцикл там как он еще назвал даже трактор автомобиль некоторые даже дали ему название своего на мобиль вот так я начинал пару фотографий просто сохранил я не буду ничего говорить как я его делал там все подробности просто кое-какие детали в телефоне сохранились случайно когда мне нужно было там что-то переслать так она осталась и тут мудрил как я его делал вот представьте этот процесс конечно не простое у меня интерес всегда был к этому и получился неплохой аппарат спасибо за то что вы посмотрели оценили и я его сделал за наверное чистого месяц вот чистой работой мне месяц было но еще плюс полмесяца собирала кстати пока я там делал у меня ласточки вывелись представляете пока я делал так быстренько сидела ласточка на яичках я начал делать и вывелись и вон уже практически вылетели ну а тут я показываю ролик опять такое пока поговорим то я поезжу по лесу сегодня опять хорошая погода конец сентября сегодня 28 сентября 2020 я там буквально на часик выскочил на квадроцикле проехаться по нашему осеннему лесу бабье лето было довольно длинное сейчас опять солнышко вылезло 18 17 18 градусов отличная погодка но заодно поговорить о нем этом сайгономобиле так назвали пускай но квадроцикл вещь конечно хорошая мне достаточно неплохой опыт интерес всегда к этому был так что мне такую штуку собрать придумать это совершенно даже не стоит никаких затруднений конечно другим может который не имеет ни малейшего опыта это довольно будет сложно но зато имеешь удовольствие еще как-то раньше его хотел есть у меня сорокуха переделанные ролики я уже показал т-40 трактор но трактор есть трактор этот узенький получился база у него 120 сантиметров метр двадцать а если с края до края где-то вот 130 на 135 вот так получается то есть от края крыла от спереди до другого где-то 130 то есть между деревьям где-нибудь между соснами любом дырку всякую залезть везде это 130 сантиметра я практически вплотную бывало что впрешься где-то черканешь по краю главное чтоб пролез у нас леса красивейшая сейчас тут еду по нашему лесу еще резерват прибужская прессия так называется экологический резерват места красивейшие сейчас грибов в море в этом году уже заготовили не знаю наверно отварных отварных килограмм уже ну килограмм сорок может даже до 50 грибов уже отваренных все замороженных то есть их хватит мне на целую зимой на лето на целый год каждый день ем грибы грибы отварные в овощах в супах везде но я жареные не в основном отвариваю так что предлагаю как раз посмотреть какая у нас тут красотища какая красотища больше всего грибов было их называется польские там моих назовем полевички такие трубчатые грибы ну всяких полно боровички тоже правдывцы у нас говорить правдывцы тоже их полно а тут я как раз думаю его посмотрите по петляю по горках между соснами везде больше все удовольствие доставляет как раз поездить покрутиться между соснами то есть любую лица дырку заедешь в любую щель в любыми же соснами а еще удовольствие единственное что только одним одной рукой одна рука мне занят вторая и рулюет и передачи переключает еще раз говорю что это квадроцикл но больше на автомобиль потому что в квадроцикле нету такого руля как у меня здесь там обыкновенный типа мотоциклетный руль мне это неудобно потому что сидит на пенек куда на скотч что даже рычагами выбивает с рук а здесь нифига рейка речное управление сделал мой шиво бросит она как прошита идет тем более еще туговатенько сделал так чтобы он не болтался влево-право лифтов нету дальше сцепление гидравлическое тоже очень легенькая ставил я уже показывал в первом ролике то есть ногами все управление тормоза тоже ногами в отличие от квадроцикла все там на руках на руле все это так неудобно я раньше на квадроцикле проехался мне полностью не понравился не знаю кому нравится наверно детям пацанам это неудобно совершенно и сколько надо сил чтобы эти рычаги и там сцепление выдушивать а здесь все как на машине едешь свободненько хорошо пока мотоциклетное сиденье сидит может со временем я даже сделаю получше красивее вот мой аппарат я нибудь в лесу поставишь если ты его хрен увидишь его так размалевал хлопцы говорили мне размалевал как все равно у тебя какой-то немецкий аппарат когда точнее вот так размалевал я не знаю не смотрел не видел но говорят что современные техника вот западная какая-то натовская так раза размалевывается я не сказал бы там и наше я смотрел у нас погранцы ездят всякими этими газонами типа шашиги какие-то еще хренов значит то у них тоже такая размалевка похоже что придумал то и придумал добренько сама здорово посмотрите какая природа у нас тут вот эти песчаные такие дюны холмы все заросшие сосной горки горки все по горкам сейчас видите как он взбирается как высоко на горке потом 5 это дюны это когда-то еще десятки тысяч лет назад когда было оледенение сунулся ледник он понасовывал таких песчаных дюн сплошные пески 50 60 до 100 метров толщиной бывает 20 а дальше мел пол километровая толща мела то что эту всю геологию хорошо знаю пески отличные чистейшие зато грибы на них растут шикарно сейчас пойдут зеленки уже уже конец сентября по ночам становится прохладно дождик вот ночью прошел этой и полезут сейчас зеленки полевички уже не любят сильных холодов но будет я помню прошлые года и продавцы и боровички и всякие другие грибы до самых морозов были видите какие уклоны он я скачу даже через пенек перескочил елки бывало что-то зацепишься не заметишь а так такие сильнейшие уклоны где-то градусов по 30 бывало одно удовольствие не представляете какой кайф какое удовольствие ездить на этой штуке это думаю сейчас желе и конечно ему сделал раньше все трактором до трактор надо было еще лет двадцать на 15 назад сделать более тогда возможности было намного больше то сейчас уже это железо по насобирать тяжелее что металлом обычно уже становится в дефиците а тогда там металлом они знали куда девать уже дельцы приспособились его там принимать люди в основном все металлом под сдавали эти как красиво обалденно красиво все металлом под сдавали а потом уже начинаешь шукать где найти что-нибудь еще раз говорю в прошлом ролике говорил что я ничего не покупал ни метра трубы никакого куска ничего все сделано с металлолома то что у меня валялось я его и так раньше такого которого невозможно ничего сдал наверно кучу а то что более-менее такое осталось деловое вот с этого металлома и все и сделал запчастей всяких по нас собирал поехать пришлось кое-где может таких вещей как редуктора бомеровские как моторы пришлось маленькую машинку toyota за 120 баксов убитую прикупить вот с нее считай с базы с него с нее и все это по делу я же говорил что это на базе toyota карина двухлитровый дизель 88 года такая машина была за копейки по цене металлолома короче прикупил эти какие спуски нарезки я и сама по этим гребням этих наших дюн езжу а тут горки спуски по 30 градусов вниз тут легко спустишься под ними что такое просто не пролезешь потому что плотно сосны стоят бывало что смотришь а тут практически пару сантиметров одно около другого еле-еле пролазишь между соснами конечно тут не пролезешь никакой машины никаким другим не еще замечательное свойство которое сделал с помощью рейки которая невозможно сделать с помощью на прежде бытными на руля на квадроцикл радиус разворота но практически на месте радиус развороте у меня получается 3 метра рама узкая всего лишь сантиметров на и на 30 может даже меньше 25 сантиметров у меня ширина рамы считай рычаги длинные получились по 45 сантиметров за счет этого получился замечательный выворот этому можешь практически чуть ли не на месте разворачиваться выворот колес хороший а в лесу вот таких местах радиус нужно чем поменьше то есть практически на месте надо тебе резко развернулся и влево бывало так что разворачиваешься ты или пролазишь а уже задом сунешься вдоль дерева душа в него упираешься для этого и все вот эти крылья обязательно нужно делать трубами потому что впираешься задом и солнце вокруг дерево по трубе то вы тянется но вы понимаете вот таким способом можно практически на месте развернуться даже если жопа не пролазит и и все равно главное чтобы морду протиснул какой-то щель и с поворотом даже а жопа уже там отсунется за дерево зацепиться там или как вот такой специально но специальный способ как пролехать местах эти горки тут еще даже какие-то столбы стоят десятка 10 киловольт идет я помню это на это место называется маяковая гора где он и довольно высокие по 20-30 метров на высотой и пролазишь а такие дырки еду в сторону леплевки рудни откобелки здесь этим гором маяком я просто кусочек своей дороге показал можно потом специально буду делать вот такие как покатушки некоторые говорится на квадрике это на своем своего на мобиле если будет вам интерес то я с удовольствием буду показывать все свои путешествия заодно покажу наши края нашу берестейщину мою берестейщину какая у нас тут природа какая лепота какая красота тут в радиусе в основном 30 километров я все все леса объездил на велосипеде на раньше на машинах на тракторе а сейчас буду уже и повторять на квадроцикла потому все дороги все дырки говорится я все знаю любитель природы любитель в эту красоту поглядеть посмотреть бывало на целый день есть час какое время даже и поехал в лес такой кайф такое удовольствие не представляете поэтому сейчас началась моя любимая пора осень осень то моя любимая я сам осенний сейчас костричник октябрь меньше месяца осталось мне до дня рождения уже будет 61 год а желание говорится жить все это смотреть удовольствие такое ну просто обалденное тому занялся здоровьем очень так конкретно и вам советую занимайтесь и после 60 жизнь продолжается так что можно сконструировать вот такой аппарат побольше где-то на природе побольше отдать своей жизни действительно прекрасного я считаю что это красиво и прекрасно те события сейчас что происходит в беларуси это кошмар конечно тоже но надеюсь будет перемены надеюсь что власть это собачья изменится и будет все нормально а так что есть время и желание большущие эти дерево впала на дороге тут никто уже давным-давно ничего не ездил туда куда я забираюсь такие корчи в такие джунгли те дороги это остатки тех дорог которые когда-то еще при советах были тут ездили какие-то машины трактора народу было больше а сейчас это все так заглохло шаги в основном дороги лесные все позарастали так чтобы было не пролезешь я ничего попробую тут в районе дубицы белых белого тайного озера рогознянских рогозно отяты черск новосаты кто знает показать поездить еще и показать наши места нашу природу нашу красоту именно сейчас осенью я выехал до копоевки тут не ролики я в этих местах и люблю называется тут вторая сторона кола обрыва это левый берег речка снова пересохла он два месяца назад даже меньше показывал что тут творилось вода с берегов вышла было страшное наводнение середины лет а сейчас опять все по пересыхала вот такая беда но пока все и будет интерес посмотрите поглядите дальше приглашаю